Сегодня в следственном изоляторе Кресты звучала непривычная музыка. В рамках фестиваля «Музыкальный Олимп» на Арсенальной набережной исполняли классические произведения. На концерт пригласили осужденных отряда хозяйственного обслуживания. Нарисей Кобылков тоже послушал. Кресты, да, конечно, не большой Кремлевский дворец, но концерты здесь, тем не менее, проходят регулярно. Выступает и местная группа, приезжают звезды, были и Юрий Гальцев, и братья Жемчужины, и Елена Ваенга. Но вот классической музыки здесь почти не звучало до последнего времени. Музыку в Крестах слушать можно, правда, только по радио. Примерно раз в неделю радиостанцию переключают. В отличие от телевизоров, ни магнитофонов, ни приемников в камерах нет. И неудивительно, что каждый концерт собирает аншлаги. Со следственным изолятором репертуар никто не согласовывал. Играют скрипичный концерт Баха, вечернюю песню Соловьева-Седова, даже фламенко. И аплодисменты звучат одинаково громко, потому что в Крестах действительно любят все музыкальные стили, кроме одного. Скучная музыка здесь – это шансон. Ну, здесь – это тюрьма. То есть на нервы очень сильно давят. Да, вот стараются отвлечься, слушают все, что угодно. Классическую музыку, рок, но только вот не то, что напоминает о том, где мы находимся. Это событие не только для слушателей, но и для музыкантов. В 16-летнем Насте Головиной, Софье Виланд, до этого в тюрьме бывать, конечно, не приходилось. Так что привычное волнение перед выходом на сцену здесь становится намного сильнее. Ну, было немножко все-таки неуютно. Ну, что поделать. Непривычно, скорее. Это ваша профессия. Сейчас мы играем в разных местах, абсолютно разных. Уже недели через 2-3, возможно, будет следующий концерт. Все ждут выступления местной группы. Правда, коллектив только что остался без барабанщика. Ничего страшного не случилось, он просто вышел на свободу. Так что теперь в крестах слушают классику и думают, где бы найти ударника. Алексей Кобылков, Константин Соловьев, Николай Сведов. НТВ, Петербург.